Звёздный завтрак на Радио Шансон. Музыкальный Дельтаплан доставил сегодня в студию Радио Шансон талантливую певицу, скрипачку, гитаристку, автора песен и лидера группы Сургановой Оркестр. Очаровательная Светлана Сурганова у нас в гостях. Светлана, утро доброе, здравствуйте. Утро доброе. Давайте сразу послушаем музыкальную справку о вас. Музыкальная справка. Сурганова Светлана Яковлевна, 51 год, по знаку зодиака «Скорпион», по восточному календарю «Обезьяна», родилась в Ленинграде, окончила музыкальную школу по классу «Скрипки», медицинское училище номер один и Санкт-Петербургскую педиатрическую академию. На протяжении девяти лет была солисткой и скрипачкой группы «Ночные снайперы». Ныне лидер группы Сургановой Оркестр. Не замужем, ведёт здоровый образ жизни, занимается тибетской гимнастикой, принимает участие в экспериментальном проекте Вениамина Смехова в спектакле «Весёлое имя Пушки». Звёздный завтрак. Классно. Две неточности. Да? Уточняйте. Да. Значит, не первое медицинское училище, а пятое ЛМО, пятое Ленинградское медицинское училище. Так. Вот. А первое уже забыла. Ну и ладно. Ну и ладно. Раз забыли, значит, не так значительно. Получается, что весь творческий путь и вообще всё у вас начиналось с Санкт-Петербургской педагогии. А, про жёст, конечно. Ну, какой вы... Про что? Про здоровый образ жизни. Не здоровый образ жизни? Ну, не знаю. С натяжкой. С натяжкой? Тибетская гимнастика – это ещё не повод назвать меня человеком, который ведёт здоровый образ жизни. Я, на самом деле, себе много чего позволяю. Просто, как учила меня моя бабушка Зоя Михайловна Сурганова, всё надо себе позволять. Но всё в меру. В умеренных количествах. Вопрос-дозы, господа, вопрос-дозы. Ну и пока наши слушатели думают, что же им можно и в каких количествах позволить, давайте вот прям с самого-самого начала. Расскажите, пожалуйста, вот почему вот этот пик популярности «Ночные снайперы», почему вы решили его провести в Санкт-Петербурге, а не в Москве в то время? Почему не переехали в столицу? Ну, со временем переехали, но просто поскольку коллектив родился в Санкт-Петербурге, если быть совсем точной, то в Магадане. В Магадане, да, да. В Магадане, да. Первые 50 концертов в казино «Империал» были именно даны этим тогда ещё дуэтом «Ночные снайперы» в городе Магадане. Потом мы продолжили в Ленинграде, Санкт-Петербурге. И когда уже появился директор Светлана Лосева, вот тогда уже потихоньку начали думать о перемещении в Москве. Собственно, что позже и сделала Диана. Я осталась верна Питеру и до сих пор живу там, и надеюсь, там же и закончусь. А расскажите, как вам обилие большого количества эклектики в архитектуре Северной столицы? Она всё с каждым днём всё больше и больше её появляется. Ох, если бы я была архитектором, наверное, я бы это всё-таки не позволила. Я вообще за выдержанность стиля. Это придаёт совершенно узнаваемую характеристику и отличает от всего остального. У каждого города, конечно, должно быть своё лицо. Представляете, в Венецию, которая вдруг началась бы застраиваться высотками и ещё и какими-то другими экзерсисами, архитектурными подвигами. Нет. Поэтому, конечно, выдержанность стиля должен присутствовать. Я не очень хорошо отношусь к эклектике в данном вопросе. Музыкальная эклектика ещё допустима, но вот в архитектуре всё-таки должен быть стиль. У вас в Питере в планах было открытие арт-пространства 6х8, где проходили бы акустические концерты. Классно, вы всё про нас знаете. Мне просто интересно, эти планы удалось реализовать или они в будущем? Всё в процессе. Да, чуть-чуть тоже поправлю вас. Значит, изначально название арт-пространства «Артпоинт Пушкин рядом». Кстати, вот, откуда Пушкин сначала пришёл ко мне вот с этого арт-пространства. Потом мне предложили изменить название 6х8, поскольку выкупленная квартира имела номер 68. И вы 68-м. У меня 68-м год рождения. Ну, конечно, прямая иллюзия. Я отказалась от этого и всё-таки настояла на том, чтобы весь проект, уже всю Эйденику делали именно под Пушкин рядом. Поскольку через дом, я увидела дом, на котором находилась и находится табличка, гласящая, что с 1816 по 1818 год в этом доме жил Александр Сергеевич Пушкин. Это меня вдохновило. И, конечно, моё арт-пространство, которое буквально через дом будет находиться, названо «Пушкин рядом». Во всех смыслах. Смотрите, да, как много вас в жизни связывает с Пушкиным. Как только, да, я определилась с этим названием, не проходит и полгода, мне поступает предложение от Вениамина Борисовича Смехова поучаствовать в спектакле «Весёлое имя Пушкин». Это знак, Светлана. Вот видите, как телегу назовёшь, как корабль назовёшь, так оно и пойдёт дальше. Поэтому очень аккуратно с названиями. Кстати, меня зовут Светлана. Да, Светлана. Это тоже, между прочим, во многом сформулировало мою жизнь. Слово «свет»? Она светится, конечно, и мне везёт. Мне очень везёт на события, мне очень везёт, главное, на людей. И первая огромная удача это в том, что всё-таки я оказалась в семье Сургановых. Представляете, если бы меня кто-нибудь установил, хотела сказать, удочерил другая семья, моя бы судьба совершенно иначе сложилась, и мы бы сейчас с вами тут не беседовали. Ну, слава богу, вы к нам добрались сегодня. Светлана Сурганова в гостях. Вайбер, ватсап активный, 8909-955-103-0. Ждём ваши вопросы. Звёздный завтрак на радио «Шансон». 25 октября с концертом в Салихарде, в ноябре Пермь, Екатеринбург, Челябинске и многие другие города. Сегодня в студии радио «Шансон». Светлана Сурганова. Ещё раз, Светлана, утро. Доброе вам. Доброе утро. Здравствуйте. Вот не зря поклонники вас называют светлые. Я вот сейчас с вами общаюсь во время рекламы, в этом убедилась, такая у нас милая с вами беседа получается. Слушайте, а в прессе пишут, что вы социофоб. Вруб? Не врут. Не врут, да? Молчёный социофоб. Ну, люблю одиночество. Многих это пугает, а я это люблю. Может быть, потому что у меня редкие бывают минуты одиночества, когда можно просто поваляться на диване, почитать книжку или послушать аудиокнигу или просто вот, как говорят сейчас, потупить. Дурацкое слово не люблю. Потупить? Да, потупить, но иногда такая перезагрузка тоже нужна для нервной системы. Слушатели спрашивают, сколько часов сна вам хватает? Иногда и 12 не хватает, иногда вот 4 часа посплю и как новенькая. Всё по-разному. Просто есть суммарный эффект усталости. Накапливается? Накапливается, да. Поэтому нужно вот вовремя остановиться, не загонять себя и всё-таки дать организму выспаться. В прошлом году у Сургановой оркестра прошли концерты по Штатам и Канаде. И в одном из интервью вы обмолвились, что Россия и Америка очень похожи. В чём наши страны похожи? Размерами. Логично. Хотя тоже спорно, Светлана, знаете. Ну да. Что же меня тогда натолкнуло-то на эту фразу, на аналогию? Люди, которые ходят на концерты. По менталитету что-то, да, я вдруг почувствовала какое-то родство. Ну, во-первых, там очень много наших. Вот. И, естественно, та аудитория, которая приходила к нам на концерты, это в основном была русскоговорящая аудитория. В основном это иммигранты, люди, которые когда-то жили в России и по каким-то причинам переехали жить в Америку. Не понимаю. Почему уехали? Почему уехали, да. У каждого свои причины. Ну да, понятно. Но вот где родился, там и пригодился. Вот бабушка у меня говорила эту поговорку, и я вообще-то в неё свято верю. Хотя, опять же, нет, без осуждений. Вот. Но мне кажется, надо все свои силы, всего лучшего у себя отдавать той стране, где ты родился. А вот если бы поставили выбор перед Светланой Сулгановой, Москва, Магадан или Санкт-Петербург, какой город выбрали бы? Ну, даже не стала бы выбирать, конечно, Санкт-Петербург. Хотя в этом году была в Магадане спустя 25 лет, как я там в последний раз прошла. Прошлись по местам своей бурной музыкальной молодости, да? Такое тёплое ощущение, такая ностальгия приятная нахлынула и прямо дала себе слово, что побываю там ещё раз. Не так каратенечко, как вот в этот раз, а прямо хочется побыть, пожить там хотя бы недельку. Видели, видели вашу вопросию и ответию. Удивительный, да. Очень энергетично мощный край. Вы знаете, вот как Магадан у вас вызвал такие тёплые эмоции, так и у нас в эфире вызывают ваши песни военных лет, которые звучат. Расскажите про этот альбом. Как вообще появилась идея его создания? К 70-летию со Дня Победы нам предложили спеть живой концерт в парке Горького. Мы сделали программу, озвучили её. Но одно дело концертное исполнение, другое дело альбом. Мы просто эти идеи решили записать альбомно с живыми музыкантами, уже с хорошим нормальным продюсингом. И что было сделано? Собственно, эта работа у нас заняла где-то полтора-два года, потому что это всё делалось ещё в промежутках между концертным и плотным графиком достаточно. И вот уже к 72-й годовщине всё-таки этот альбом вышел. Повторять будете эту историю? Нам очень понравилось. Исполнять вживую? Нет, ещё создать такой альбом. То есть ещё какие-то песни озвучить военных лет? Да. Да с удовольствием. На самом деле для меня этот период особенный. Я с большим трепетом, пиететом отношусь к музыкальной истории того периода и всё, что связано с Великой Отечественной войной. И есть ещё песни, которые бы я с удовольствием бы озвучила. Поэтому да, всё впереди. Всегда будем рады. Спасибо. Давайте прошу то, что волнует многих сегодня наших слушателей. В 2002-м вы ушли из ночных снайперов, но в прошлом году выступили на 15-летие этого коллектива. 25-летие. 25-летие, простите. Это выступление в Олимпийском стало ли началом пути к воссоединению и каким-то совместным проектам или нет? Скорее, это стало закрытием, хорошим таким светлым закрытием вот той части жизни. Так скажем, отработан гештальт, как это, недосказанность, недоговорённость. Теперь, я не знаю, будет продолжение или начало какой-то новой истории. Может быть, даже это и не так важно. Для меня важнее, и я думаю, для Дианы было всё-таки хорошо закончить эту историю. Потому что, конечно, вопросы виталили, была какая-то недосказанность. Спасибо огромное Дианке за то, что она меня пригласила на эту юбилейную историю. По-моему, получился очень красивый номер и очень важный для многих тех слушателей, почитателей, которые помнят нас ещё как дуэт. Это да, это да. А вот смотрите, есть альбом военных лет, да? Есть такое направление музыкальное, как дворовые песни. Не было никогда желания прикоснуться к ним? Дворовые, правильно. Дворовые песни, да. Дворовые песни. Вот, сразу чувствую. Вот приехал человек из культурной столицы, научит меня наконец-то правильно говорить. Спасибо вам. Это скорее был вопрос, я сама колебалась, не знала. Вот смотрите, песни Мурка в этом году исполняются сто лет. Да что вы! Может быть... Классно! И исполнить Мурку живым-то оркестром. Почему нет? Мне кажется, такого ещё никто не делал. На польском, недавно на телевидении, в голосе исполняли, да. Кто-то брался... Отличная идея, беру. Берёте? Беру. Отлично, отлично. Чтобы ещё лучше узнать Светлану Сурганову, мы сейчас кое во что поиграем. Правда? Неправда. Светлана, ну человек вы публичный, по интернету гуляет много информации о вас. Скорее всего, не всё правда, хотя мы сейчас это и выясним. Правда ли, что в детстве... Я уже напугана. Да ладно, всё хорошо. Правда ли, что в детстве Светлана Сурганова спала вам гимнку со скрипкой в прямом смысле этого слова? Да, я её укладывала рядышком. Кто-то куклу укладывает рядом, каких-то мишек плюшевых, а у меня была скрипка. А вы имя давали? Или просто скрипка музыкальная? Скрипочка, нет, нет, просто скрипочка. Ну, оно говорящее само за себя имя. Зачем ещё какие-то муси-пуси? Можно. Кто-то и музыкальным инструментом даёт имя. У каждого, знаете, свои причуды. Хотя, да, у меня есть машина, я его зову Бегемот. Бегемот? Бегемот. Это какой-то внедорожник? Бегемот, ну да, это Митсубиси Пожара четвёрочка. Бегемот, хорошо. Дизельный, да. Правда ли, что название «Ночный снайпер» появилось как раз в Магадане? Именно так. Как это произошло? Там какая-то интересная история. Ну, мы работали в казино, а в казино работа вечерняя, почти ночная. Вот мы поздним вечером идём с Дианкой по заснеженной улице Магадана, переходим улицу, она с гитарой зачухлённой, я со скрипочкой. И вот таксист или кто-то там автолюбитель останавливается у светофора, не поленился в минус 50 открыть форточку и крикнуть нам «Девчонки, вы с охоты или на охоту?» Хорошо. Вот, и мы немножко поиграли с этой фразой, и в итоге получилось название «Ночные снайперы». Добрый мужчина, спасибо вам. Ему прям спасибо. Смотрите, какое название Милу подарили. Ну, по идее, ему должны проценты какие-то отщёлкиваться. Авторские, да ладно. Авторские, да. Это правда, что если бы вы были чуть моложе, занялись бы паркуром. С удовольствием. Это же так рискованно. Это ужасно рискованно. Поэтому в своём возрасте я не решаюсь. Хотя зависть берёт, глядя вот на эти трюки, как владеют телом. Не люди, а птицы. Давайте о том, что вы владеете. Правда ли, что вы практикуете древнюю практику тибетских лам? Да. Гимнастика по Питеру Келдеру. Это дыхательная гимнастика? Нет, это просто утренняя гимнастика. Это пять очень незамысловатых упражнений, которые нужно просто делать каждый день, желательно в одно и то же время. Определённое количество раз. И говорят, что это тебя спасёт от старости. Подавит тебе вечную молодость. Серьёзно? Посмотрите на мои 51. Да, Светлана. Где они? Нет, где они, где я? На большом каретном. Мы сейчас, знаете, как сделаем? Небольшая пауза. Кто подключился к нам в прямом эфире в Инстаграм, Светлана одно упражнение из вот этой вот практики нашим пользователям и читателям покажет. Заодно моложе станет. Звёздный завтрак на Радио Шансон. Кто подключен к Инстаграму, теперь знает, как себя омолодить, потому что овладела практикой тибетских лам Светлана Сурганова у нас сегодня в гостях. Светлана. Этой осенью вы представили клип на песню «Мир лабиринт», где снялась ваша любимая мама Лея Давыдовна. Точно? Долго пришлось её уговаривать? Нет, она у меня в душе артистка, поэтому, как я только сказала, пойдёшь сниматься в клип, скажу, пойду даже, побегу. Причём мало того, что сама побежала, ещё прихватила свою подруженцию, вот, Людмилу Павловну. Ну, и вот они у меня такие два дуванчика, одной 84, другой 82. Они вот так, они своим видом, конечно, украсили этот видеоряд. А правда? Идея которого принадлежит Маше Смелковой. Маше Смелковой. Хорошее видео, такое душевное получилось. Хороший такой шлейф, очень светлый, да? Такое приятное послевкусие после него. Это, знаете, как запрещённый ход, на самом деле, использовать самых близких людей. Животные, старики, да, дети ещё. Там всё это есть, кроме животных. Осталось добавить котят, младенцев и вообще свет. Рекорды побьёте. Правда, что мама, кстати, вас называет инопланетянкой? Она с этим согласилась. Я когда-то сама себе присвоила это звание. Она сказала, да, всё так оно и есть, ты инопланетянка. Ты точно не отсюда. В ноябре 14-го числа у вас день рождения. Уже придумали, где и как будете отмечать? Всё придумано за нас. Так. Это город Екатеринбург, это концерт. Причём уже это вырастает в традицию, потому что свой полтинничек я именно там же отмечала, стоя на сцене. И там же, кстати, была моя мама. Она родилась в Екатеринбурге, но где-то полтора года её увезли в Ленинград. То есть получается, что она 82 или 83 года не была на родине. И вот спустя такое большое количество лет она снова там побывала. Я её привезла с собой, она тоже отмечала мой полтинничек. В Екатеринбурге слушатели спрашивают, в каком возрасте вы научились водить машину и страшно ли было первое время? Уже достаточно в преклонном возрасте, где-то в 30, около 30 лет. Я закончила школу, получила почти честно права. Почти честно. И было, конечно, очень страшно, особенно механику водить. Было страшно, это всегда был стресс. Я, наверное, когда выезжала каждый раз на перекрёсток, наверное, килограмм-полтора теряла. А бегемотик на механике или на автомате? Нет, это автомат, у меня автомат. И до сих пор для меня механика, конечно, стресс. Но мало практики. Особенно если, не дай бог, где-нибудь там в Европе и нет автомата, приходится садиться на механику. А всякие пересечённые местные, подъёмы, спуски, возвышенности, горки и пригорки. Вот это прямо всё. Стартовать с ручника, я не знаю, как это люди делают. Ну как-то делать. Вы же давали как-то на права, сдали же. Почти, честно. Наша слушательница Анна спрашивает, Светлана, какой сверхспособностью вы бы хотели обладать? Скорочтением. Скорочтением? Да. О, понятно, понятно. Всё, в принципе, логично. А чтобы ещё лучше вас узнать, ещё в одну игру играем. А знаете что? Давайте так, я буду фразу начинать, вы её продолжаете. А знаете, что Светлана Сурганова больше всего в жизни мечтает о... О том, чтобы вместе спеть с Алисой Бруно Френдлих в новогодней программе. Ух ты! Кстати, тут вопрос пришёл, а Сукачёвым не хотите дуэт записать? С Сукачёвым дуэт? Да. Ой, боюсь, он меня своей харизмой совсем расплющит. Да ладно. Хотя нет, мы даже как-то шапочно с ним знакомы, вообще милейший души человек. А знаете, что Светлана Сурганова больше всего боится? Собак. Собак боишься? Я не люблю собак и боюсь их, я была в детстве покусана, чуть руки не лишилась. Вот с тех пор, да, испытываю страх. Дома есть вообще животные? Ну, три кота. Три кота. А знаете, что Светлана Сурганова больше всего обожает? Так, подкайфовать. Или нелюбимое слово потупить? Ну да. Вообще больше всего Светлана Сурганова любит заниматься творчеством. Не шоу-бизнесом, а творчеством. Сидеть, сочинять стихи и песни. Всё правильно. Вот. Всё правильно, всё правильно вы обожаете. Я не знаю. Тут Светлана Сурганова виднее. А знаете, что Светлана Сурганова никогда бы в жизни не съела? Какое-нибудь насекомое. Не решились бы? Нет, не решились бы. А если бы деньги предложили? А если бы вот эти проекты, Форт Буаяр и так далее? Не надо. У меня уже был один проект, это жестокие игры. После чего я сломала ногу, лодыжку левую. Там действительно жестокие такие игры были, мы помним. Нет, нет, не надо. И денег не надо. Сама заработаю пока ещё, слава богу. Вот такой у нас честный сегодня человек в гостях. А насекомых есть не буду. Мы не будем заставлять вам. Всё, Марина, прячь насекомых, не прошли они. 8-909-955-103-0, вайбер, ватсап, активно. Звёздный завтрак на радио Шансон. Представляем холодные звёзды исключительно в музыкальном эфире. Сегодня у нас в эфире тёплая, светлая звезда Светлана Сурганова в «Звёздном завтраке». Светлана, к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина на сцене филармонии был показан экспериментальный проект «Весёлое имя Пушкин». Сразу согласились на приглашение Вениамина Смехова? Ох, конечно. Просто любое... Вообще, чего бы оно ни касалось, это предложение от Вениамина Борисовича Смехова, я бы, конечно, согласилась. А это был первый опыт вообще игры в спектаклях, в театре? Ну, так скажем, не совсем. То есть были литературно-поэтические спектакли, вначале было слово, и просто поэтические чтения, и спектакль по Бадлеру, в переводе Цветаевой, плавание. Ну, как сказать, конечно, это не актёрская игра. Вы же там исполняете, если я не смотрела, к сожалению, романсы и оперные арии написаны в прессе. Есть, было такое, да. Есть такое, да? А вот, кстати, вы вышибли меня из зоны комфорта, всё-таки удалось Вениамину Борисовичу это сделать, сколько я не пыталась отбрехаться от этого, нет. Он говорит, я в тебя верю. А есть любимое стихотворение у Александра Сергеевича у вас? Вот прям самое-самое, которое больше по душе. Ну, сейчас пока, вот, конечно, в угоду времени, роняет лес багряный свой убор, Теребрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто поневоле искроется за край окружных гор. Сияй камин в моей пустынной келье, а ты вино осенний стужи, друг, Пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвение горьких мук. Ой, вот так вот сделаю, потому что шикарно. Скажите, спектакль этот будет шагать по стране? Регионы вас увидят, услышат, или это исключительно московская история? Ну, поверьте, Анечка, это, конечно, не в моей компетенции. Вы же знаете, наверное. Существует продюсер этого проекта. Я очень надеюсь, что этот спектакль ещё пошагает, ну, хотя бы дошагает до Москвы. Это было бы очень логично, всё-таки сыграть спектакль под названием «Весёлое имя Пушкин» в Москве, где, собственно, родился Александр Сергеевич Пушкин в немецкой Солободе. Расскажите, пожалуйста, как песня Леонтьева «Полёт на дельтаплане» попала в ваш репертуар? Вот как мы перескочили с Александра Сергеевича. Да, выводим вас опять из зоны комфорта. Да, Валерия Яковлевича. Потому что времени мало, к сожалению. Понимаю, да. Всё хотим узнать. Есть огромное количество песен из советского, моего детского прошлого, которые мне любы. И которые я просто с удовольствием сама намурлыкиваю. И вот тут просто несколько песен, ну, не выдержала, просто решила записать. Вот «Дельтаплан» — одна из таких вот любимых песен моей юности. А что ещё? Какие песни в вашей юности вы сейчас намурлыкиваете? Ну, очень многие. Там и старинные часы. Так, две реализовали цели. Да, две реализовали. Там «Всё пройдёт» и «Печаль», и «Радость». Так. Вот. Лишь о том, что я не уходил. Господи, ну, прям сейчас так. А артисты быстро соглашаются на то, что вы предлагаете «Буду петь ваши песни» или это... А знаете, я их не спрашиваю. Серьёзно? Я просто пою, а потом уже издающая компания урегулирует этот вопрос, там, прав и так далее. Кое-что сейчас у вас спросит. Перевёртыши. Вы рассказали, что дома у вас живут три кота. Какой породы? Разнообразный. Значит, шотландский веслоухий страйт. Так. Потом просто белая кошка, не знаю, её привезли из Москвы. Не по моей прихоти. А третьего кота, рыжего, тоже непонятная порода, но пушистого, подобрали с улицы, потому что он перебегал нам дорогу на трёх лапах. Это меня, конечно, тронуло моё сердце, и я его заманила, откормила, прооперировала. Отходили всеми силами. Да, и выходили, причём, конечно, друзья помогали, спасибо им огромное. А в детстве были животные в доме? Всегда, всю жизнь меня преследуют, украшают мой быт коты. Сегодня ваше нахождение здесь, в студии «Радио Шансон», тоже украсит животные. Смотрите, что предлагаем. На выбор предлагаем вам несколько животных. Вам необходимо выбрать три животных. Смотрите, мы Светлане предложили, это я слушателям рассказываю, котёнок, щенок, цыплёнок, ёжик, крокодил, змея и обезьяна. Вот на сегодняшний день какие картинки, три картинки, вам больше по душе? Психологический тест. Ну, наверное, где-то, как-то. Слушайте, ну я вот выбрала обезьяну, сама вот обезьяна. Ну да. Знаете что, я тут придумала вопрос для зонтаков, что, где, когда. Так, давайте. Я даже друзьям закатала. Значит, смотрите, сочетание обезьяны и тигра, о ком идёт речь? Сочетание обезьяны и тигра? Обезьяны и тигра, да. О ком идёт речь? Вот такой вопрос для зонтаков. Минута пошла. Девчонки, но... Знаете, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, хотя бы хоть одна версия, давай. Обезьяна-тигр какой-то. Да, сочетание. О ком идёт речь? Не знаю, сейчас гуглить начну. Об Александре Сергеевичу Пушкине. Потому что, да, потому что он был ловок, как обезьяна и быстро, как тигр. Так называли его друзья, и он сам себя... Как глубоко копнули. Итак, Светлана выбрала сегодня обезьяну раз. Ещё две картинки. Ну, точно не рептилий, не... Знаете что? Давайте. Вот, ёжика. Ёжик два и третью. То есть ещё? Да, ещё одну. Ну, ничего себе. Ну? Ну, понятно, что, да. И кошек, и котёнок. Понятно, да. Итак, обезьяна, ёжик и котёнок. Что скажут психологи? Что скажет психолог? Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович у нас на связи. Врач-психиатр Александр Утро Доброе. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро, Светлана. Здравствуйте, Александр. Александр, что вы нам скажете? История следующая. Смотрите, у нас у пациента обезьяна, ёжик и ещё котёнок. Что можете сказать? Ну, давайте начнём с котёнка. Да. Это однозначно детская травма. Так. Вот, нырять в которую, наверное, будет немножко сложно сейчас, но коль скоро Светлана любит кошек и даже не может пройти мимо раненой кошки, это однозначно речь идёт о детской травме. Это и вот про тот эпизод, когда кошка... Приёмный ребёнок, что хотите, брошенка. Ну да, тут прям в яблочко, да. Прям в точку. Так, хорошо, идём далее. Обезьяна, Александр. Обезьяна, ну, обезьяна – это ловкость, это смелость, это, если хотите, такой вот специфический ум и мудрость своего рода. И я думаю, что это как раз то, что отражается в текстах, стихах и в песнях Светланы. Опять в яблочко, Александр. Александр готовился. Прямо опять в яблочко. Александр, у нас там ещё ёжик есть. Ёжик. Ну, ёжик – это, ну, это же социальная форма. Это то, что должно иголочки пушить и то, что должно защищать, потому что это вот тонкая душевная организация и трепетное сердце, которое нуждается в защите и которое не всегда её может обрести. А у ёжика защита всегда рядом, и это, я думаю, как раз вот такая форма возможности спрятаться от злого, окружающего, жестокого и бессердечного. Слушайте, Александр, сегодня вы как никогда просто в яблочко попали. Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович был в гостях, а у нас в гостях была Светлана Сурганова. Света. Всё, час пролетел, к сожалению. Вам огромное спасибо, что вы к нам сегодня нашли время прийти. Мы вам желаем хорошо отдохнуть в конце этого месяца. Знаем, что вы отправляетесь в пушгоры. Да, вспоминайте о нас иногда. Мы помним, что вы пообещали продолжение военного альбома. Задумались, возможно, о мурке, наверное, с симфоническим оркестром. Возможно, я не знаю. Шикарно, шикарно. Но в любом случае... Дайте оркестр и спою о мурку. Песня есть, это самое главное. Точно. Это самое главное. Свет всегда рада дорогим гостям. Спасибо огромное, спасибо за уютную беседу. Спасибо. Звёздный завтрак на Радио Шансон.